Итак, всем здравствуйте! Начинаем сегодняшний эфир. Сегодня у нас эфир с заслуженным мастером спорта по кьюптингой карате, мастером спорта международного класса по тайскому боксу, третий дан, чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка России, все это многократно, доджо-оператор и много-много-много всего, сенсей Елена Воробьева. Елена у нас, мне многие спрашивали, просили, чтобы у нас был разговор с девочкой. Я выбрал, если выбрать девочку, то должна быть самая крутая. Мы выбрали. И сегодня у нас будет разговор о том, как девочкам вообще можно заниматься, нужно заниматься карате. И вот Елена Анатольевна пример тому, что девочка может и заниматься, и выступать и в кумитее, и в ката, и выглядеть красиво, стройненько, маленькая, худненько, и быть чемпионкой. И когда она дерется на татами, это всегда красиво. Это одна из тех девочек, которая мне нравится, ее техника в боях. Потому что мне мало кто ей нравится, и женского кюкшина. Вот. Лена, это так, то мне первое всегда нравилось. И она остается одной девочке, которая мне нравится по технике кумите в боях. Поэтому сегодня мы у нее порасспрашиваем, как, что. Я тут уже набросал 26 вопросов. Давайте я буду задавать, потом в конце можете вы задать вопросы. Ну, если у нее будет вопрос, и она задаст. Сейчас там у Лена кто-то со связью. Сейчас она найдет нормальный интернет, и войдет. Потому что у нас вот есть некоторые кадры, которые умудряются войти в эфир с плохим Wi-Fi. Поэтому давайте лучше подождем, но сделаем все серьезно. Да, Елена является еще и тренером. Она воспитала много чемпионов. И сейчас у нее там есть, она открыла новую такую, новую систему залов. Мы у нее об этом всем спросим. Она открывает много залов по Питеру. Все это сегодня, конечно, мы порасспрашиваем. Я думаю, что мы за эфир, может, за дополнительный эфир все это успеем. Но посмотрим. Да, ждем. Ждем, подождем. Может, какие-то вопросы заранее есть, я запишу как раз. Какие-то интересные, может. Давайте не будем время тратить на всякие там, такие вопросы, которые и так понятны. Будем лучше задавать то, что по существу. Мне интересно. Хочется, чтобы девочки спросили какие-то вопросы, которые их интересуют. Может, там что-то не получается. Может, не могут совместить каратэ там с катой или что-то еще. Или комитет там какой-то. Ну и ребята, тоже есть чем поучиться. Я смотрю, у нас вот ребята из Польши и из Америки. Но я не знаю, они, конечно, мало что поймут в нашем эфирчике. Ну, посмотрим. О, вот она, Елена. Вошла. Так, подключаемся. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Саш, привет. Ну, как связь? Ну, вроде нормально, не знаю, сейчас посмотрим. Потому что я все-таки сотовый. Я просто рассказываю, у нас здесь некоторые кадры, которые любят без интернета зайти в эфир, и потом все люди в шоке пишут, говорят, а что это за дела, все ждали. Так, ну я уже тебя представил. Все уже знают, кто ты. Я попросил, чтобы сегодня больше девочки вошли, потому что многие у меня спрашивают вопрос, а нужно ли девочкам заниматься кумитей. Я говорю, вот сегодня пример вам яркий. Зачем, почему. Я, в общем, набросал тут вопросов уже 26. И плюс мне еще присылали вопросы. Да, мы поэтому будем быстро все отвечать. Мне присылали. Сейчас я позадаю. Потом, может, кто-то еще созреет, что-то еще будет писать. И можешь потом ты что-нибудь спросить после интереса. Хорошо. Так, первый вопрос. Как и когда ты начала заниматься каратэ? Я начала заниматься в 9 лет. История такая очень, ну, можно сказать, примитивная, смешная, детская. Мы насмотрели с братом. Я занимаюсь с братом каратэ. У меня брат еще на год младше. Мы насмотрели с каких-то фильмов там с Джеки Чаном. Подрались дома. Ну, как там в фильме, да, увидели это все. На следующий день на парадной увидели объявление. Школа каратэ. Ну, естественно, мы сказали, мы хотим, нам надо. И все. Вот как бы с того времени мы сходили на пробное занятие. И вот так нас как бы и закусило. Так тренируемся до сих пор. И я, и брат. И еще и маму подсоединили. Да, сейчас мы об этом всем еще поговорим. Хорошо. Какими видами спорта помимо каратэ ты занималась? Ну, в детстве самом, в школьном возрасте, на самом деле, много чего перепробовала. Даже сейчас так, наверное, все и не упомнишь. Ну, самое, что такое элементарное, помню. Раньше было немножко, мне кажется, попроще. То есть, ну, куда желание было идти, мы туда и шли. Легкая атлетика, я помню, была. Меня отбирали. Потом теннис большой. Танцы. Были какие-то бальные танцы. Еще какие-то танцы были. Но я уже не очень помню. Аэробика была. Ну, в общем, такие совершенно разные направления. Я помню, что я очень хотела, кстати, на каратэ пойти. У меня брат пошел на каратэ. А мама сказала, нет, ну вот, давай сейчас брат только. Ну, вот еще там до этого. В итоге оказалось, это какой-то развод был вообще. Он проходил туда месяц. Потом мама заглянула. Они там, короче, такой фигней вообще занимались. Поэтому я даже не жалею, что меня не отдали, слава богу, туда. Ну, вот, то есть, как бы, наверное, как все дети в детстве там чем-то пробовали. Единственное, что сейчас, мне кажется, родители все решают, да, куда ребенка все-таки отдавать. Раньше попроще было. Мы сами смотрели, что нам нравилось, то пробовали. Но вот осталась я именно на каратэ. Хотя... Хорошо. Чем тогда оно привлекло? Из всех этих видов спорта почему именно каратэ? Ну, вот, первое ощущение от тренировки, во-первых, мне очень понравилось, что босиком. То есть, вот, первая такая эмоция была, что мы зашли в зал, и тренер говорит, ну, вот, снимайте обувь и босиком бегите. А мы, как бы, ну, такие, мы нас трое в семье, и, ну, нам нравилось босиком, так скажем. Мы дома босиком всегда это. И такая очень хорошая была эмоция первая. И потом я помню, что на первой тренировке мы очень много делали ОФП. То есть, тоже такое, как бы, понимаю, что не очень, наверное, правильный подход был на первой тренировке. Но по ощущениям, может быть, конечно, это не так. Но мне казалось, что я сделала сто отжиманий, сто, там, приседаний примерно. То есть, это прям вот было очень тяжело. Я помню, что я очень устала. И мне почему-то это очень понравилось. Вот. Ну, вот, вот такие воспоминания, то есть, что именно повлияло, неизвестно. Хорошо. Роль твоих родителей в занятиях каратэ. Как они помогали? Или, наоборот, говорили, не ходи, там, девочкам это не надо, или как? Ну, у меня в этом плане, мне кажется, мне вот даже повезло с родителями, что нам давали полную свободу выбора. То есть, вот, я говорю, что можно было пойти, куда хочешь, попробовать. Они поддерживали. Хочешь, иди, пробуй. Да, хочешь, иди, занимайся. И на протяжении всех занятий была полная поддержка. И, ну, конечно, за это я очень благодарна и маме, и папе. То есть, на первом этапе даже папа больше поддерживал, как бы переживал там. Ну, такая я у него как... Ну, понятно, что это неправда, но я у него была как любимая дочка. И он меня прям там во всем поддерживал. А потом, я вот говорю, немножко даже позиции поменялись, и мама стала заниматься, и вот больше даже, как бы, с ней. Ну, поддержка была всегда. Окей. Первый тренер. И дальше какие тренеры были? Ну, у меня было, ну, как такие вот прям мои тренера. Это два тренера, ну, которые меня вели, да, так скажем. И сейчас я расскажу, да, и остальные тренера, которые у меня, ну, возникали на моем пути тем или иным образом, когда я училась в Институте физической культуры именно имени Лесговта. То есть, там очень много было преподавателей разных именно по боевым искусствам. Там и направления разные. Ну, так достаточно тоже было интересно. Потом я выступала по Савату, тоже как раз-таки вот с Лесговта. Там немножко занималась. Да, это жесткая такая штучка с коленями всякими, где колено можно бить. Да, 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 вот необычный такой опыт, но я там даже второе место на мире заняла, так, между прочим. Да, вот. Потом тайский бокс был, да, этап у меня, и, ну, международника я там сделала. Поэтому тоже, как бы, ну, я с другими тренерами взаимодействовала вплотную. И, понятное дело, что там подготовка была, и я со сборной командой работала. В тех видах. Но вот два тренера, которые меня вели, и которых прямо я считаю своими тренерами, это Евгений Александрович Ильмов. У него я начала вот в 9 лет, и, наверное, до... А, это к нему привели? Да. Пришла к нему? Да, это был мой первый тренер. Вот, и у него я занималась очень долго. С ним я стала первой чемпионкой мира, ну, первый раз чемпионкой мира стала. И потом, по-моему, 20 лет мне было, 20 лет я перешла к Андрею Николаевичу Кочергину. Вот. Ну, и до сих пор я считаю его своим тренером, у него тренируюсь, и, ну, вот так вот. Ага, все, понял. Слушай, я вот спрашивал про роль родителей. И дальше продолжаю это. Твоя мама начала заниматься карате, я так понимаю, не так давно, и уже у нее черный пояс, а она тренер, и уже подросла-подросла, но вначале она не занималась, она просто тебя водила. Я так понимаю, это ты ее туда привлекла? Расскажи об этом, как это все происходило? На самом деле даже не водила, если честно, ну, так странно звучит. Просто у нас зал совсем недалеко от школы, ну, и раньше тоже немножко как бы попроще было, вот мы совершенно свободно гуляли во дворе, сейчас такого нет у детей, то есть сейчас уже боятся детей отправлять одних во двор. Ну, как я вижу, да, там постарше, понятно, начинают ходить, а маленьких побаиваются. Вот, и мы сами ходили до школы, то есть она нас привела на первое занятие, все, а дальше мы уже всегда сами. Сами, потому что мы всегда с братом ходили, ну, и как бы это тоже момент так попроще. Да, мама у меня никогда каратэ вообще спортом не занималась, то есть она от спорта была вообще далеким человеком, и она решила, ну, у сенсея такая практика была, что у него приходили часто взрослые люди там заниматься там с нуля, ну, присоединялись там, занимались, да, со старшей группой с нами. И мама тоже у меня что-то решила пойти сбросить вес там немножко, ну, вот такие какие-то задачи были, ничего как бы какого-то там серьезного, так скажем. Вот, и чего-то ее, вот, как говорится, закусило, и она до сих пор так и тренируется, и в прошлом году она сдала на черный пояс. Я не могу точно сказать, сколько лет, но, ну, наверное, лет 10, может, там, 8-10 она занимается. Вот, надо мне четко, блин, запомнить, у меня с цифрами у меня всегда такая беда. За 10 лет дошла до черного пояса, считай. Да, 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 вот. И она 4 года назад, по-моему, начала вести малышей группа 4-6 лет, и сейчас у нее группы, ну, вот такие маленькие, там, первые еще классы у нее добавились, и взрослые люди. То есть у нее такой перепад, самые маленькие и самые большие, но ее очень любят ученики, и я вообще считаю, то есть я вижу, как она работает, что с малышами это вообще ее признание, и она сама говорит, что вот то, что я там всю жизнь сделала до этого, ну, настолько это вообще было все не мое, и когда я начала тренировать, я поняла, что вот, ну, вот это действительно дело, которое мне очень сильно нравится. И поэтому я, если малыши какие-то, я говорю, вот это самый лучший тренер, потому что она находит подход, она с ними там ввозится, ну, то есть прям очень здорово. Блин, ну, это большой пример вот для родителей, которые водят детей и начать заниматься. Это, блин, прям должен быть такой, как рывок. У нас, на самом деле, вот эти, у нее взрослая группа занимается, это практически все родители наших учеников, наших детей. И у нас, ну, получается, целая группа родителей занимается. И вот показывает опыт, что дети совершенно по-другому начинают сами тренироваться, родители очень болеют за их, ну, вот хорошо болеют, да, в хорошем смысле слова за них. И очень приятно заниматься именно, когда семья занимается, в общем, правильно. Класс, все, есть, понял. Родители, родители, послушайте, пожалуйста. Да-да-да, приходите. Так, расскажи, вот мы знаем про твои, я знаю про твои выступления по взрослым. Черков как-то рассказывал. Я вот Лену помню еще по юниорам, где-то вы там с ним где-то выступали вместе. Расскажи, какие у тебя были достижения по юниорам? Ну, мы были сначала в другой организации, в Шинке-Укушине, да, и как раз это был вот уже, ну, юниорский возраст, я имею в виду это 17-18 лет, да, вот этот, наверное, возраст. Как раз мы перешли к Шахану Ипатову, в ЭКО, и вот у меня там предоставилась возможность выступать на последний год, по-моему, это как раз было первенство России. Ну, я там очень хорошо выступила. У меня уже был опыт даже выступления по взрослым, даже по детям я выступала, да, ну, потому что как бы достаточно сильная была, девушек, женщин всегда не так много, да. Я выступала уже... Блин, такая худая маленькая и сильная. Так, блин, у меня такой опыт был вообще, я поехала, по-моему, мне было 16 или 17 лет на Кубок России выступать. Приезжаю, а моя категория не набирается, и нас всех объединяют в одну категорию. У меня первый бой был, например, с девчонкой, у нас разница была 30 килограмм. Это первый мой такой вот как бы турнир серьезный российского уровня. И финал у меня был с Леной Карташовой, ну, может быть, знаете, такая тоже серьезная спортсменка в Шинкёкшине. Ну, тогда ЭКО-2, да, было. И для меня это было вообще так шоком таким. Ну, я в итоге второе место там заняла, вот как раз с ней игралась. Ну, на равных практически подрались просто из-за того, что она действительно титулованная там и так далее. Ну, правильно, ей как бы отдали победу, вот. Ну, а мне было чем-то поучиться. Поэтому опыт был уже хороший, и по юниорам, да, я там дала жару, когда перешла. То есть ты выиграла первенство России по юниорам, да? Да, да, ну и потом уже все уже во взрослую перешла. Я вот и говорила про взрослых, то есть про больших теток. Я помню, по-моему, даже ты как-то с Агнешкой даже дралась. Да, так это вот у меня был. Она же вообще, блин, большая. На самом деле, вот у меня спрашивают, какой бой, ну, такой самый, который прям запомнился. Это реально вот бой с ней, потому что, ну, это была абсолютка мир. Одиннадцатый год, по-моему. Да, по-моему, одиннадцатый был. Точно не помню. Мне с годами я не очень дружу, честно скажу. Вот, значит, абсолютка. Ну, это первая была абсолютка женская. Да, это тогда. Да, и нас во втором бою сводят с ней. Ну, я думаю, что это было специально сделано, то есть, ну, как бы, или я, или она, да. И, ну, достаточно было волнительно. То есть, я думаю, на самом деле, для меня самый сложный поединок, именно, ну, вот, по эмоциональным своим каким-то ощущениям, это был с ней. Ну, нормально, все хорошо, закончилось. А на сколько тебе килограмм больше? Килограмм 40? Она, ну, я думаю, килограмм на 30. Она меня больше была. И, ну, она все-таки, если вот тогда бой у меня был, там уровень был женщины зеленого пояса, да, а здесь все-таки она чемпионка мира, да еще с каким опытом. И, ну, действительно, было как-то так, ну, не то, что страшно, но наполнительно. Так, хорошо. Так, расскажи о чемпионатах мира. Сколько у тебя их было? Есть какие-то интересные случаи там? О чемпионатах мира у меня было много. Я даже делала такую подборочку в прошлом или позапрошлом году. И я сейчас точно не помню, но мне кажется, у меня их было штук, наверное, 8-9. Вот так. Я просто в свое время как-то искал даже в интернете, смотрел твои бои и пробовал. Я одно время даже мои герри вставлял, как ты. Вот эти люди коленок. И то, что это где-то 2009 год. Но я все, что находил в интернете, вообще мало было. Я все подсматривал, но пересматривал там полностью дыр. Ну, на самом деле, я такой человек, не очень ответственный в этом плане, что нужно, конечно, свои бои собирать, их как-то откладывать, архивы какие-то делать. Я в этом плане не очень серьезный человек. И вот сейчас я уже понимаю, что, конечно, нужно вообще, в принципе, этим заняться. То есть у меня какие-то кассеты, видеокассеты даже вот есть. Сейчас я на даче нашла, коробка. Вот как раз я нашла, там есть чемпионат мира по САВАТ. Ну, интересно же будет это все посмотреть. Да даже сейчас уже интересно, в принципе. Надо это все вот оцифровать. Да, если хотя бы даже можно в один ролик какой-то еще даже сделать. Ну, вот, вот. Там сейчас Саша Михайлов стал заниматься какими-то такими проектами. Надо будет довести это все дело до конца. Вот, в общем, точно не смогу сказать, сколько у меня там было чемпионатов. Есть у меня прям такая подборочка, я сама все это выписывала. Ну, три раза я становилась чемпионкой мира. И на абсолютке, по-моему, третья. И на абсолютке третья, да. Со своим весом, со своим ростом третья на абсолютке. Ну, да, да. Ну, все были тяжелые соперницы. И вот Ламар, американке, я проиграла. Канадская, канадская. Ой, канадки, да, извиняюсь, канадки. Вот. И, ну, там сложно на самом деле. Именно немножко не подготовились, ну, так скажем, в тактическом плане. Потому что не знали, что будет таким образом турнир проходить. То есть у меня практически не было отдыха, ну, чтобы восстановиться. То есть у меня, ну, первый бой, да, до второго была возможность восстановиться. А потом вот после Агнешки я с ней прожила два раунда. То есть, ну, там три минуты, по-моему, был первый. И две. Естественно, я, как электровенник, как меня называют, иногда носилась по татаме. Ну, потому что с ней стоять вообще нельзя было, да. Как бы это опасно с ней для меня. И после этого у меня через бой сразу же следующий бой. Ну, то есть, ну, вот у нас подряд. То есть у нас не было боев промежуточных между нами. То есть, грубо говоря, вот там кто-то подрался из девчонок. Нас всего 16 человек было. Подрался из девчонок кто-то еще один бой. И все, и следующий уже я. За третье и четвертое место вообще сразу же следующий был. То есть нам просто дали время, три минуты, по-моему, восстановиться. И запустили третье и четвертое место. Ну, то есть отдыха вообще было мало. И я немножко, конечно, ну, из-за того, что у меня я двигаюсь очень много, я не рассчитывала, что это будет именно вот с таким коротким отдыхом. Если бы я знала, можно было на это делать акцент, да, и выигрывать. Ну, вот тоже все не подвитишь. Все-таки тебе тяжело, получается, двигаться. Потому что я думал, тебе вообще легко двигаться. Ты так как-то что, просто у тебя получается? Нет, двигаться мне легко. Мне легко, мне уже это очень комфортно. Просто была не готова к тому, что настолько маленький будет промежуток отдыха. А выкладываться приходилось прямо на все сто процентов. Так, я тут пропустил один вопрос. Еще раз, или ты сказала, первый взрослый турнир? Когда у тебя был взрослый? Первый взрослый, по-моему, 16 или 15 лет. Это был Питер. Который ты рассказывала, да? Нет, это Питер был у нас. В 16 лет уже по-взрослым? Да, по-моему, даже в 15, если я не ошибаюсь. Я даже помню финал, с Любой мы дрались. У нас такая тоже была сильная спортсменка в Питере. Вот, ну нормально. Я палец тогда сломала. Единственный, по-моему, раз у меня был перелом. И как первое выступление? Что? Как? Ну, я почувствовала первое или второе. По-моему, даже первое. Первое место. Я почувствовала, что я могу. Причем у меня есть запись боев, например, когда я с зеленым поясом. Ну, я не знаю, мне там, наверное, лет 13. Честно говоря, вот я сейчас смотрю, я думаю, блин, очень плохо. Ну, видимо, как-то вот все-таки вылезло потом. Хорошо, слушай, ты выступала по тайскому боксу. Расскажи об этом всем. Как ты перешла? Тяжело ли вообще было переходить? И почему ты туда пошла? Кто тебя готовил там вообще об этом всем? Я просто мало знаю. Знаешь, что ты пришла, побила там и все. А как это тебе пришло? Ну, не так, конечно, было. Ну, в силу того, что мы общались с тренерами, с разными, ну, Андрей Николаевич, ну, и, соответственно, как бы у меня были выходы на другие виды. И, ну, вот мы хорошо общались как раз-таки у нас друг семьи, президент федерации тайского бокса, клан Александр Ильич. Ну, и вот у него как-то так периодически ездила на тренировки, тренировалась. И потом к нам в Питер приехал Капшай Геннадий Павлович. Ну, вы знаете, да, его? Вот. И как-то, ну, предложение поступило, что, ну, давай попробуем выступить на Питере по тайскому боксу. Можно, да, там даже, по-моему, мы особенно не ходили тогда на тайский бокс. Ну, просто как вот турнир, давай попробуем. Ну, а у меня опыт был небольшой. Там я по кикбоксингу немножко выступала, вот по французскому боксу. Ну, и, в принципе, у меня манера боя такая, что я не пропускаю удары. То есть вот часто кикбоксинговцев ругают за то, что, ну, у нас бой такой плотный. И когда появляются удары в голову, это все из-за этого, ну, часто плохо заканчивается. То есть у меня манера немножко не такая. Я все, я работаю больше на втором номере, и поэтому мне там легче было адаптироваться. Ну, и я вижу удары, реагирую. Вот, ну, и, в общем, первое место я заняла там, выиграла, соответственно... Это что было? Чемпионат чего? Это Питер, Питер. И, соответственно, отобралась на Россию. Поехала на Россию, там я уже начала туда готовиться, ну, уже посерьезнее турнир. Выиграла Россию. Как готовилась? Ходила на тренировки к тренеру или со своим тренером? Да, нет, мы ездили по утрам к Геннадию Павловичу на тайский бокс, а вечером у меня были всегда свои тренировки, но мы, естественно, сделали акцент на удары в голову, на какие-то темы, там, ну, клинч тоже. Ну, то есть моменты, которые у меня были самые слабые, на них сделали акцент. И наоборот, которые самые сильные, их манеру боя подредактировали. И я выиграла Россию и отобралась. Это как раз был этап отбора на Чемпионат мира. И отобралась на Чемпионат мира. И на Чемпионате мира, соответственно, на Чемпионат мира я уже готовилась серьезно. То есть я уже утро каждый день занималась у Геннадия Павловича. Это он на то время жил в Питере, переехал в Питере. Да, да, это вот как раз-таки он переехал, жил в Питере. Ну, и он начал возглавлять сборную тайского бокса. Ну, на самом деле, он, его слова, понял, что в Питере очень сложно тренировать спортсменов. Ну, я согласна, то есть я вот с детьми работаю, с питерскими. То есть это совсем другая ситуация, если ты тренируешь где-то в глубинке или не в мегаполисе. Вот, здесь у нас очень все такие, как бы, все просчитывают, все продумывают. Там куча всяких еще занятий и так далее. Ну, и вот такие же тайские, сборная тайская оказалась. То есть он говорит, что, сказал, что тяжело очень работать. Ну, реально, потому что никто не смог тренироваться до конца, как положено. И пропуски пошли. И, ну, в общем, недоволен он остался. И поэтому, как бы, так все там не удержался, да, переехал опять в другое место. Вот. Ну, тренировалась я у него месяца-два, я думаю, то есть у него и у Андрея Николаевича продолжала всегда. То есть все равно мы с Андреем Николаевичем делали, понятно, что большую очень работу со своим основным тренером. Вот. Но тренировалась очень много тогда, и было тяжело, скажу честно. То есть, потому что работа непривычная была, были какие-то и срывы, то есть, потому что удары в голову все-таки оно, ну, так специфично, да. С ребятами очень много приходилось в парах. Ну, и они такие тайские бойцы, такие отбитые немножко. Жесткие. Жесткие. Пофиг, там девочка, не девочка. Вот. Так что тоже там были и слезы какие-то, и это такие моменты. Но в это время ты чисто переключилась на тайский карате, не было у тебя? Ну, вот, когда я готовилась на мир, да. Да. То есть чисто на тайский бокс я переключилась. И, ну, поехала, соответственно, заняла там третье. Второе. Второе. Третье? Вроде бы, по-моему, второе. Можешь второе? Я не знаю. По-моему, второе. Надо смотреть. Я не очень... Я к этому отношусь так, если честно. Поэтому так сильно это все не запоминаю. Вот. Второе, по-моему, да, я заняла. И... Я читал еще, помню, это в журналах, у нас журнальчики выпускали. Я еще помню это. Думаю, нифига себе, она и там уже. Ну, я просто объясню. То есть мне все-таки больше... Ну, вот я такой человек, что мне больше важно не сам вот результат, эти места, а я именно больше человек процесса. Мне нравится процесс. Поэтому был даже такой момент, когда уже, ну, ты выигрываешь, когда ты стоишь на пьедестале, эмоций я никаких от этого вообще не испытывала. То есть, и я понимала, что это даже как-то... Ну, мне было за это неловко, честно говоря. Вот. Но тренироваться мне всегда нравилось. То есть, мне всегда нравятся процессы. И очень люблю, когда... Не просто это рутина, а что-то новое. Ты делаешь что-то новое, все время узнаешь. И пытаешься это именно реализовать на татане. Вот. Поэтому, как бы, может, с местами могу путаться. Ну, вот. И потом был тоже опыт на Европе. На Европе выступала. Ну, и как мне тоже там второе место я заняла. И мне сказали, Лен, ну, просто ты, как бы, не тайский боец. И ты делала какие-то такие вещи, которые, ну, неправильно. Их нельзя делать там, да, там. Ну, каким-то определенным образом себя вела там в клинче неправильно. Там где-то там скручивала неправильно. И поэтому, ну, даже там при том, что там чуть-чуть, может быть, ты и лучше была, да, где-то там. Ну, тебе должны победу были отдать. Но это как все кушение. Ты придешь, выиграешь, но ты выиграешь нелепо, да, например. То есть и тебе никто не захочет так отдать. Ну, то есть все равно чувствовалось, что я как бы из другого вида. Поэтому вот Европа тоже была второй, хотя она была тоже там очень спорной. Как и мир, на мире мы дрались. Ну, непонятно, на самом деле, почему отдали туда. Но я думаю, тоже из-за этих же моментов. То есть есть какой-то все-таки класс, есть все-таки какие-то свои стандарты. А еще я не станцевала ремуай. Это танец такой. Надо обязательно, обязательно надо? Да, за это баллы снимают. Нифига себе. Я думал, это такое желание у них. Не-не-не, это прям у них серьезная тема. Но это как, грубо говоря, как у нас. Ты выйдешь и не скажешь «ос». То есть у них это вот прям как бы этикет, да, ритуал. А я там прям танец целый. То есть там нужно подготовить его там. Да, я знаю, мне там рассказывали, что там долго его учите. Там элементы какие-то специальные. Ну да, да. И вот на Европу я, кстати, уже выучила. Ну, это вот был мой последний турнир на Паттайе, в котором я выступала. И там я даже что-то танцевала, реально. Ну, я там у меня там уточнила, как все это делать. Это видео надо найти. Это видео надо выложить. Да, я не думаю, что оно есть. Ну, а хотя можно даже поискать, посмотреть. Поры-то надо. Надо. Слушай, а как вообще переход тебе был из карате, где в грудь бьют на голову? Ну, мне вообще легко достаточно. Ну, я говорю, что я вообще, в принципе, из-за того, что я на втором номере работаю, у меня хорошая реакция на удары. И, ну, в кикушине. То есть я люблю работать на встречные, да, встречными там подлавливать. Ну, а там, в принципе, то же самое. То есть у меня есть самый большой плюс. Плюс это Майгери. Они его не видят. Мой Майгери, ну, вот, с кем я выступала. То есть они его принимают. Животы не такие, как у нас в кикушине. Они более мягкие. Так не бьет никто. И поэтому у меня, конечно, был большой плюс вот в этом Майгере. Ну, и, в принципе, я особо не пропускала в голову руками. То есть я как-то, ну, вот, видела. Видела все это. Нормально, потому что для многих это большая проблема. Многие вообще. Да, да, я знаю. Но вот мы на самом деле вот с Андреем Николаевичем в этом плане и говорим, что вот каратэ, оно должно быть таким, что ты можешь пойти в другой вид какой-то и показать его, да. То есть и всегда ставили в свой плюс именно то, что мы делаем такое каратэ, которое эффективно будет и в кикбоксинге, и в тайском боксе. То есть немножко адаптироваться к правилам. Понятно, что ты, если не адаптируешься, ты просто не будешь понимать, там, тебя скрутят, там, ты упадешь и все. А у них это считается уже тоже как полпобеды. Это как у нас посечка у них, то же самое. Вот. И вот если чуть-чуть ты адаптировался, ты должен, в принципе, как бы себя проявлять. И твое каратэ должно работать. Поэтому я всегда говорю, что вот эти перемещения, все, оно за этим будущим. Ну и, в принципе, Кикушин в этом направлении сейчас тоже, он как раз-таки и развивается. То есть все начинают двигаться, все начинают делать входы-выходы. То, что я как раз-таки и работаю, и в тайском боксе мне это все и помогло. Да, я тоже считаю, что эти новые наши правила, они адаптируют к тому, что ты потом можешь в любом виде спорта драться. Ну, в боевом, в боевом контакте. Да, да. Я сам это как бы заметил даже такую тему, что ты начинаешь чувствовать, когда тебя там рукой тыкают. Ну, да, да, да. Единственное, что подсечки. Подсечки мне, например, сложно, потому что у меня их не было. Ну, они были всегда, да, подсечки, но их так не применяли, как сейчас. И мне вот даже я с учениками чувствую, что немножко сложно в этом плане. То есть нужно уметь самому чувствовать, понимать, как это все делается, чтобы учить. Ну, их просто надо делать, делать и делать. Да, да. И все, просто много делать. Так, ладно. А, вот скажи, вообще, в общем, в каких-то видах спорта боевых выступала? Или не боевых? Сават, тайский бокс, кикбоксинг? Кикбоксинг. Еще что-то было? Кикбоксинг. Это что было, ты говорила, кикбоксинг? Ну, это в Лесгов-то я училась, когда у нас были проходящие всякие турниры. То есть у нас была кафедра СБЕ, спортивно-боевые единоборства. Сейчас такой кафедры нету, сейчас есть только кикбоксинг и бокс. А вот тогда были спортивные боевые единоборства. И, в принципе, ну вот в связи с этим нас, грубо говоря, даже обязывали выступать по другим видам единоборств. То есть на уровне города ты должен выйти и показать себя. Ну, проиграешь-проиграешь, выиграешь-выиграешь. Это уже как бы какой у тебя уровень. Вот. Потом я выступала по жиму лежа. Питер выигрывала. Да, что-то я видел. Ну, да-да, по жиму лежа. Ну, для своего веса я прилично жму. 70 килограмм без майек, без всяких. Вот. Потом выступала по троеборью. Ну, тоже это так. То есть я не готовилась никогда специально к этим соревнованиям. То есть у меня тоже тренер. С Андреем Николаевичем мы ходили заниматься всегда вместе в зал. И плюс у нас еще тренер был хороший очень, который меня готовил и на мир, да. То есть силовую мне давал. И потом я у него занималась тяжелой атлетикой. Ну, это уже после выступлений по Комите. И в связи с этим, ну, просто как бы, ну, давайте выступим, попробуем. То есть и провериться там, ты готовишься на мир. Проверить свои показатели. То есть я понимаю, для чего это мы делали. Для того, чтобы у меня уверенность еще какая-то появлялась. Ну, то есть если я выступаю на уровне со спортсменками, которые прямо в этом виде спорта прямо тренируются, да, а я там особенно, ну, как дополнение, да, просто делаю к своим тренировкам и обхожу их или на уровне нахожусь, конечно, у меня будет от этого уверенность расти. Вот. Ну, то есть по силам Троеборья выступала, занимала на Питере второе место. Ну, у меня слабый присед. Я приседаю не очень. То есть у меня становая 120 была, а присед я, ну, жим 70, а приседала я максимум, по-моему, 90. Ну, то есть это слабенько. То есть если мне... Ну, да, если присед подтянуть, тогда было бы, конечно, там хорошо. То есть смотри, у тебя, получается, вы выступали в разных вообще разделах, даже не связанных с боями. Это больше как для развития умственного какого-то, чтобы расширять как бы карате больше или для чего? Или это просто вам нравилось и просто вы выступали? Ну, по силовому, потому что мы занимались силовой, и чтобы, ну, вот сейчас как тоже, да, занимаются там кроссфитом, да, пошли на соревнования, ну, единоборцы, проверить себя, да, какие-то эмоции получить. В принципе, такая же была цель, просто себя проверить в условиях стрессовых и понять, что все хорошо. Да, и обычно это так и происходило. То есть другого не было. То есть всегда я уходила с какими-то медальками. То есть это мне еще давало больше уверенности как спортсмену, что я... Ну, что мы все правильно делаем. Вот так вот, вот так вот можно сказать. Потом по тяжелой атлетике тоже еще выступала, пробовала, но это уже вот после, так скажем, завершения спортивной карьеры. У меня тренер по силовой мой, он, когда мы готовились на мир, он не давал сложных упражнений, как рывок, как этот толчок, потому что, ну, это очень сложные технические упражнения, и ими надо прям много заниматься. У нас не было столько времени, возможности этому там прям погрузиться в это. А вот после выступления я уже пошла к нему и говорю, вот давайте заниматься. Он говорит, о, давай, тяжелая атлетика тебя ждет. Вот, и, ну, чуть-чуть занималась, ну, как бы сложно очень. У меня прям первые месяца два, ну, я там ходила два раза в неделю к нему, первые месяца два у меня прям страх был, реально. То есть когда ты рывок делаешь по эту штангу, то есть я все время, я на адреналине это делала, мне реально было страшно. А потом уже как-то я все поняла, как это делается, ну, как-то такой страх ушел. Вот. Ну, и, в принципе, наверное, вот это все. Наверное, больше так не выступал и не пищевал. Да, и все равно нормально много. Только все. Да. Слушай, вот сейчас я вижу тебя на всех турнирах, на даже престижных турнирах, ты выступаешь пока-то и на чемпионате России, и Европы, и мира. Как вот сейчас удается тебе совмещать? Я знаю, что у тебя там работы больше стало, ты и детей много тренируешь, и сама готовишься. Это для тех бойцов и спортсменов, которые, и бойцов, и катистов, которые говорят, что вот нужно выбирать или туда, или туда. А некоторые спокойно себе готовятся. Удается как совмещать удается? Ну, вот я даже все равно вижу, что те спортсмены, те тренеры, которые так говорят, что нужно выбрать или то, или то, они все равно тренируются. Просто они, ну, не тренируются как спортсмены, да, то есть, ну, они форму поддерживают и без этого, наверное, очень сложно, потому что все равно ученики на нас смотрят. То есть мы себе, тренеры, не можем позволить расслабиться и ничего не делать, потому что все понимают, к чему это все приведет. Я просто выбрала такое, то есть мне нужно как спортсмену, я привыкла к этому, что мне нужно выходить и улучшаться, так скажем, чтобы у меня вот этот процесс все время шел. И я понимаю, что по боям, в принципе, я, ну, во-первых, у меня и нет такого огромного желания уже, и, как вот говорю, у меня последние турниры уже были, то есть я эмоционально, я уже не получала вот того, ну, от победы, да, вот этой всей радости какой-то, да, там, позитивных эмоций. То есть я делаю это, потому что надо, потому что это нужно, там, для семьи, для тренера, для России, там, и так далее, да. Ну, такого прям вот драйва, кайфа уже все. Вот. В КАТО мне очень интересно, вот что я скажу. То есть мне, я вижу, что я здесь сейчас развиваюсь, да, что у меня появились новые задачи, то есть я не стесняюсь, я поставила себе целью стать чемпионкой мира в КАТО. Может быть, я не приду к этой цели, но она меня очень мотивирует, и я работаю для того, чтобы у меня что-то получалось. На самом деле был какой-то вначале прям, ну, так, не то чтобы застой, но мало что продвигалось. То есть я делаю, 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 а ничего не происходит, да. Ну, и вот это как раз-таки тот момент, момент, когда нужно дальше идти. Нельзя бросать даже, когда у тебя не получается. То есть я это уже все тоже достаточно хорошо понимаю, хоть и сложно, и мне было сложно. Да, блин, что я делаю, может, уже как бы прекратить. И вот когда ты не сдаешь, когда ты продолжаешь делать то, что ты решил, у тебя появляются какие-то люди, какие-то обстоятельства. То есть я говорю, у меня был такой забавный случай, что я иду в зал тренироваться, отрабатывать ката, и там встречаю тренера, который в Шатакане, тренер сборной по ката. И он мне говорит, а вот, а я пришла как раз там что-то там поделать ката на татаме, а я тоже там занимаюсь. И он мне там какие-то фишки. То есть вот появляются сами собой и люди, и обстоятельства, которые тебе помогают. Если ты решил, что, ну, ты это будешь делать по-любому, получается, не получается, я от этого ничего не теряю. То есть я только буду от этого выигрывать в любом случае. Потом у меня там появляется еще там, вот, Сизов Сергей Викторович, то есть совершенно случайно, то есть меня никто с ним там не знакомил. Что, Валерка говорит, о, вот есть такой классный тренер, давай сходим, интересно, послушаем, посмотрим. Я сходила на семинар, у меня просто от одного семинара у меня просто голова съехала от количества информации, которые я узнала. Я поняла, что, блин, вот это сейчас можно попробовать это делать. Вот до сих пор вот сейчас мы тренируемся, и я понимаю, что, в принципе, я сейчас выбрала путь такой, не количеством, как говорится, да, а немножко уже с другой стороны, а качеством. То есть я пытаюсь понять, ну, не наработать много, у меня нет сейчас возможности вот заниматься каждый день, да, то есть это вот к этому вопросу, как я там и это, и это, и это успеваю. Но я понимаю, что мне очень интересно разобраться уже в каких-то внутренних моментах, как там добиться того, чтобы там удар вещи был, да, то, что я смотрю на человека, которому там 50-60 лет, там, тоже не помню. Я видел, кстати, у него очень-очень быстро. Да, я смотрю на человека, я понимаю, что я так не умею, а он так умеет, значит, видимо, у меня есть чему поучиться. То есть, ну, я как бы, кто-то критикует, кто-то там еще что-то говорит. Я вот из серии таких людей, что я не стесняюсь, если у меня что-то не получается, если я подтянуться не могу, там, если я пробежать не могу, ну, что-что там, я чемпионка мира, и я там не смогла пробежать там 3 километра. Ну, блин, вы, может быть, мы... Зелтой, как дам, просто один раз и все. Да, да. Ну, я к примеру, что просто никто не знает никаких обстоятельств, что у меня вчера было. А может быть, я там, я медленно бегу, а может, я уже 100 километров бегу, откуда вы знаете там, а может, еще что-то. Да какая разница, то есть. И на самом деле, такую вещь одну поняла, ну, вот для себя, да, что людям-то на самом деле не важно, что у меня и как. То есть важно это только мне. И если я вот с таким отношением ко всему буду подходить, оно потихонечку будет все как-то выравниваться и получаться. А кто-то что-то говорит, там, это, там, это, просто стараюсь внимания не обращать. Ну, мне кажется, вот для людей, которые что-то добились уже, часто бывает вот к камням преткновения то, что они начинают стесняться, да, где-то там, вот это не получается, форма ушла, еще что-то. И ставят себя сами в рамки какие-то. Да, мне кажется, что мы все люди, у всех бывают разные этапы. Что-то там случилось, еще что-то. Ну, по-человечески нужно на все это смотреть и как-то вперед двигаться. Поэтому вот с Катом мне очень просто интересно, и я понимаю, что я этим буду заниматься. получается, не получается, вышла на соревнование, получилось, блин, я так рада, мне вообще так приятно, не получилось, ну, что ж поделаешь, значит, буду дальше делать. Вот так. Слушай, ну, у тебя нормально понимают. Один раз как-то мы шли, был чемпионат Европы, помнишь, в Италии, где-то возле Венеции, там, какой-то город был. И это у меня там первая Европа, которую я выиграл. И мы шли, там такая гостиница у нас крутая была, и ты с тренером стояла на какой-то полянке зеленой и делала ката, и он такой сидел что-то с секундомером, а ты делала. И ты такие, Майя Гери втыкала, и держишь ногу вот так вот. А я с пацаном везу, я говорю, блин, вот я на нее смотрю, блин, я, ну, куда мне в ката? Вот я знаю, что это столько лет работы, вот это Майя держать. Думаю, все, в ката. Это неправильный подход. Надо начинать. А теперь, да, теперь я вот начал детей заниматься, с детьми ката начал заниматься, и уже углубляюсь, углубляюсь, и у меня уже мысли проявляются, где-то выступить по ката, даже если проиграю, просто вот так вот, даже, как ты говоришь, даже не бояться, даже опозориться, но попробовать, чтобы потом говорить. Ну да, нет. Ну, интересно. Так, хорошо. Слушай, вот интересный вопрос. Вот у тебя сейчас интересные проекты. Расскажи о своем проекте, как вот новые залы ты открываешь, много залов по Питеру. И написали мне еще вопрос, какие-то люди, я не знаю, может, тебя знают. С какими трудностями ты столкнулась при открытии этих залов? Ну и вообще, расскажи, что это за проект. Я так понимаю, это что-то грандиозное, это много залов по Питеру, и что это будет? Ну, надеюсь, что это будет что-то грандиозное в итоге, да, потому что, опять же, ну, если о чем-то не мечтать, то зачем вообще начинать, да. Вот. Это сеть каратезалов, значит, и идея в том, что, как многие сейчас знают, один зал открыть, даже если он будет очень хороший, востребованный, в принципе, это, ну, такое слово нерентабельно, да, то есть он не будет особенно приносить никаких денег, ну, потому что, потому что вот так вот у нас в стране, да, оно, к сожалению, работает. Вот. Ну, или это будут какие-то прям совсем копейки, ради которых вот делать всю ту работу, чтобы работал этот зал, ну, это все просто смешно, да. Вот. Поэтому, поэтому сеть. Поэтому сеть. потому что смысл в одном зале, ну, то есть это мечта каждого тренера, чтобы у него был зал. Ну, у тренера один зал, да. Да. И это моя мечта тоже, на самом деле, долгое время, чтобы у меня был собственный зал. Ну, вот, разбираясь с этим вопросом, я поняла, что один зал иметь, ну, это неправильно, так скажу, мягко говоря. Ну, точно не окупится то, что ты вложишь. Да, 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 сто процентов, то есть оно как бы не работает у нас так в стране. Поэтому это сеть залов, и у меня есть примеры других видов спорта, на которые мы смотрим, на которых мы учимся, и перенимая у них опыт, оказалось, что люди очень открытые, которые готовы делиться, готовы помогать даже, даже так можно сказать, не получая в ответ, в принципе, вообще ничего. То есть у них просто такая позиция, что они развиваются быстрее, так скажем, чем те, если там кто у них просто спрашивает и так далее, потому что они все время работают. И, ну, они таким образом тоже для себя возможностями открывают, да, то есть люди тоже начинают открыто к ним относиться с уважением. Вот, и я в этом году, в сентябре, запустила шесть залов. Ну, как залов, то есть один зал – это полноценная аренда круглосуточная, ну, то есть здание в аренду, а другие точки – это время в аренду, то есть там пока не полностью, да, залы. Ну, на самом деле, пока очень сложно все идет, пока идет все в минус. И все держится просто вот на моей какой-то там, скажем, одерживости, амбициозности и уверенности в том, что все обязательно получится. Хотя я даже понимаю, что оно может не получиться, но я это все, ну, я тоже в это верю. Не слушай, их не слушай, кто-то ничего говорит. Мне очень интересно, опять же, да, потому что это большой опыт просто даже начать какой-то делать бизнес, да. И как, ну, вот я сейчас много литературы всякой читаю, что, в принципе, структурно оно все, любой бизнес, он будет одинаковым. То есть если я здесь смогу сейчас все настроить, то и в другом месте точно так же я смогу настроить другой какой-то бизнес, понять, как он работает. То есть мне сейчас очень сложно, с одной стороны, с другой стороны, очень интересно разбираться во всех этих моментах. Я понимаю, что я многое делаю неправильно. Опять же, как человек такой, который вот глаза загорелись, а я человек очень увлекающийся, вот мне что-то прям надо. И я думаю, что, ну, вот это надо так работать. Даже понимая, что вот все говорят, что так не надо, а я говорю, да нет, надо, вот все получится. Ну и так далее. Поэтому, конечно, много очень ошибок. Но вот сейчас готовим второй сезон, так скажем, да, сентября. И надеюсь, что уже пойдет все лучше, уже появился, появился, ну, год. Уже люди видят, во-первых, что мы уже год просуществовали, уже не закрылись. Это уже много в России, да. То есть обычно проекты, они закрываются в течение года первого. Ну, потому что если ты как бы не выдержал, то и все. Вот. И самое основное, что в этой, что какой отличительной чертой моих залов является, это обучение тренеров. То есть я беру для себя это, потому что я считаю, что это один из самых важных моментов, и опыт есть. Его сейчас вот я как раз-таки обобщаю. Я сейчас пишу программу, обучающую для тренеров. И качественные программы, по которым работают дети. Ну, пока это на первый этап пишется. То есть дети 4-6 лет, они работают по программе Маугли. И я пишу программу эту прям, ну, вот, с тестами, чтобы тренеры все тесты прошли, чтобы у меня была обратная связь, и я могла их корректировать. То есть смысл здесь не в том, чтобы там их проверить, как они еще знают, а чтобы именно посмотреть, как тесты выполняются после пройденного материала, и скорректировать где-то верно, где-то неверно. Ну, и они сами это понимают. У меня очень хорошие отзывы. То есть у меня сейчас примерно 10 тренеров учатся. И, ну, поначалу достаточно сложно первые, вот, например, тесты шли, первые обучающие занятия, потому что материал новый для многих, объемный. А потом с каждым тестом, то есть мне обратную связь сдают, что все прям вот, все понятно, все толково, все очень удобно и классно рассваивается. А вот вопрос. А вот тренеры приходят, это тренеры по карате или тренеры по другим видам спорта, или это вообще не спортсмены? Значит, у меня на первом этапе вот это был самый такой сложный момент. Как сделать так, чтобы вот создать эту сеть? Потому что, ну, основной проблемный момент, это все считают, что это тренеры, да? И у нас в текущении, чтобы тренера подготовить, ну, надо минимум 6 лет, мы это понимаем, ну, это минимум, да, чтобы человек, как бы, вообще понял, что происходит, да, чтобы он мог что-то уже передавать. Ну, сэнпай, да, с зеленой поездом и старший. Вот. Я на этом, как бы, долго, над этим долго думала, но потом я... вот у меня сейчас тренеры из разных клубов работают. То есть я пришла к такому выводу, что, в принципе, я работаю под общим брендом. То есть каратэкидс – это не клуб, да, это не какая-то замкнутая такая система, это бренд. И самое основное, что тренеры должны работать по этим программам, которые у меня. И на первом этапе, да, когда у нас идет базовый период у ребенка, когда у него формируются навыки, правильное отношение, понимание и так далее. Дальше, если тренер... Ну, дальше мы должны до этого дожить, да, когда вот из каратэкидс у нас кто-то вырастет. Но дальше, в принципе, я вижу так, что тренер, если успешный, он может дальше по своему пути развиваться, а мы ему в этом должны помочь. То есть, опять же, я как руководитель, я должна ему дать возможности обучения. То есть я ему должна дать материалы, я ему должна дать возможности, там, где-то, может быть, отправить на какие-то курсы, семинары и так далее. Вот. Ну, тренеры приходят из других клубов каратэ, но ты им даешь программу, чтобы они одинаково учили. Да. То есть у меня это обязательное условие. На первом этапе они не могут вести так, как они хотят. Часто многие... У меня вот был такой опыт уже с новым тренером. У меня тренер пришел, я ему даю, ну, обучающие программы, а он мне говорит, а зачем мне? Меня же тренер учил. Ну, я вот с детства тренируюсь, меня же тренер учил, я знаю все, как тренировать, я знаю все упражнения и так далее. То есть, ну, вот впло до такого. То есть понимание, что там есть какая-то спортивная наука, да, что как-то там, может быть, вообще по-другому никак его тренировали, а может быть, его тренировали неправильно, там, или еще что-то. То есть у него даже такого как в голове нет. И часто так и происходит. Как нас тренируют, мы так же и тренируем. Я так делала. То есть и на самом деле это нормально, но не факт, что все правильно, да. То есть мы, опять же, вот при таком подходе, мы учимся на своих ошибках. И хорошо, если это ошибки, которые можно подкорректировать. А может же и такое случится, что какие-то ошибки такие, что потом за голову будешь хвататься, но это все-таки дети, да. То есть лучше, ну, то есть у меня такой подход, что я хотела бы отдавать своего ребенка тренеру, который я вижу, что он понимает, как нужно все делать, да. Вот. И у меня сейчас работали тренеры из нескольких клубов. Это Духом Сильны. Ну, я думаю, все знают здесь. Это клуб Сенсей Ильмова. Да, точно. Из Пересвета. Это клуб Сенсей. Сенсей. Дуб Сенсей. Юнусов. Да, Юнусов. Юнусов. Вот. Ну, то есть как бы такой опыт. И получается, что то есть они работают по моим программам, но клубные вещи, то есть дети выезжают в их лагеря, которые при их клубе, да. Дети там участвуют в их каких-то клубных мероприятиях. То есть у нас есть общие мероприятия Karate Kids, где могут все участвовать. А есть, ты как тренер, ты направляешь своего ученика на свои клубные. То есть я не вижу здесь никаких вообще на самом деле проблем. То есть когда я вот стала над этим очень много думать, в принципе все разрешается. Потому что основная эта проблема какая? Что тренер, который воспитал тренера, своего ученика, тренера, он не хочет отдавать его куда-то там в другой клуб, потому что понимает, что ну, блин, я его 10 лет воспитывал, растил, а сейчас раз, и он куда-то ушел. И что там будет? А когда вот этот момент решается, он никуда не уходит. То есть я просто беру его ученика, тренера будущего, да, или уже готовый тренер, который не хочет там заморачиваться с какими-то моментами организационными, пожалуйста, то есть у меня там книжечки на них готовы, у меня есть программа, у меня есть, ну, все, что нужно, чтобы просто человек пришел и начал тренироваться. И плюс мы залы ищем там и так далее, да. С тренером, который вот отдает там своего воспитанника, он остается у него в клубе, и дети, которых тренируют, остаются у него в клубе. Вот, поэтому вот таким образом... У вас есть совместные еще какие-то мероприятия? Совместные мероприятия делаются, но они в основном будут направлены, и вот в этом году не получилось довести это до логического конца, потому что у нас этот карантин наступил, да. Но в основном они направлены на детей дошкольного возраста, то есть 4-6 лет. Потому что вот для них можно проводить общие какие-то темы, не клубные. То есть, ну, они еще не спортсмены. То есть я даже как бы вот... У нас в Кратэ Китс дети маленькие до 6 лет на пояса сдавать не будут. То есть только школьники, они уже все... То есть мы их готовим физически, занимаемся развитием качества. Понимали, что такое пояс. Да, да, понимали и так далее. То есть у них как бы все это постепенно будет происходить. И все эти уже программы есть. Лен, подожди, запомни мысль. Я сейчас сохраню. А у меня у нас заканчивается эфир. Я сейчас сохраню и еще раз зайду. Давай, давай. Давай, давай, сейчас. Давай, давай, сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok